Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочерова. Оздоровлением общества во всех смыслах озадачены городские чиновники. Накануне на аппаратном совещании подвели итоги межведомственной акции «Защита», которая призвана помочь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С начала года медучреждениями зарегистрировано 68 случаев жестокого обращения. Специалисты по делам несовершеннолетних отмечают реальная цифра гораздо больше. И проявление жестокости – это не только побои. Только в течение акции семей были отобраны и помещены в госучреждения четверо ребятишек в возрасте от 2 месяцев до 4 лет. Когда забирали 4-месячного Женю, приятная мать вообще не реагировала на происходящее. И состояние было. Родители 10-месячного поля, что-то праздновали у друзей, им было некогда заметить, что сын более у него высокая температура. Дети – наше будущее, и они должны быть сыты. Такова позиция главы города. На совещании обсудили и организацию школьного питания «Обед ребенка». В учебном заведении обходится родителю в 35 рублей. Повышать стоимость пока не планируется. Сотрудники МЧС Магнитогорска экстренно проинспектировали все городские социальные объекты. Сигналом стала трагедия в Воронежской области. Пожарные еще раз тщательно проверили сигнализацию оборудования, запасных выходов и готовность персонала к действиям во внештатной ситуации. Игорь Болонин подробнее. В общей сложности пожарные проверили 47 учреждений социальной защиты, образования и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей. И по их данным не выявили ни одного значительного нарушения. Все мелкие недочеты были устранены на месте. Профилактические мероприятия проводились по инициативе федерального и областного руководства управления МЧС России. Провели профилактические мероприятия, такие как эвакуация, обслуживание персонала, посетителей и тех, кто проживает в данных учреждениях. Также провели инструктаж с персоналом данных учреждений. Замечаний по эвакуации нет, персонал работал слаженно, без ошибок. Напомним, что такие масштабные профилактические мероприятия были вызваны трагическими событиями в Воронежской области, где при пожаре в психоневрологическом интернате погибли больше 20 человек. Также на днях отдел надзорной деятельности завершил проверку всех образовательных и культурных учреждений, принимающих участие в новогодней кампании. Пожарные также не выявили серьезных нарушений. Игорь Болонин, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. А тех, кто активно занимается подобной профилактикой в телевизионном эфире, по радио и на страницах печатных изданий, накануне участвовали в Управлении гражданской защиты населения, где подвели итоги медиаконкурса. Работ было у нас, скажу, много, поэтому комиссия, которая рассматривала, конечно, подошла творчески. Ну и вот, скажем так, выявили лучших из лучших. В номинации «Лучший телерепортаж диплома победителя» был удостоен корреспондент нашей телерадиокомпании Игорь Болонин. Уже третий раз подряд не оставили без внимания и лауреатов конкурса детских рисунков и фотографий. В этом году мероприятие приурочили к юбилею МЧС России 27 декабря. Исполняется 25 лет с момента создания этой службы. Лимузин и шарале – это мясные породы скота. Магнитогорский фермер впервые в регионе приобрел несколько голов перспективной породы. Вес быков может достигать полутора тонна. Об экзотических парнокопытных. Андрей Подольский. Светлый окрас – это шарале. Буренке всего пять месяцев. Она уже крупнее годовалого Геррифорда. Геррифорда в Челябинской области около 10 тысяч. И они считаются карликами по сравнению с гигантами лимузином и шарале. Два крупных быка породы лимузин перетянут на весах слона. Мясо у этих коров мраморное. Стоит более 500 рублей за килограмм. И выгода разведения такого скота очевидна. Они спокойные. Я вот, допустим, кормушку на тракторе завожу, начинаю сигналить. Они кое-как реагируют, но не пугаются, ничего. Еле отходят, ведут себя спокойно. Подросли хорошо. Растут телята, как на дрожжах. В день животное набирают полтора-два килограмма. Легко переносят морозы до 25 градусов. В утепленных фермах не нуждаются. Стали, стали, потянулись. Это телята-лимузин. Вполне возможно, название породи дали по аналогии с автомобилем представительского класса. И весы машины и коровы почти одинаковы. Три миллиона рублей заплатил фермер за новое стадо. Покупал молодняк в Краснодарском крае. В России представителей этой породы немного. Селекционировали гигантов голландцы и французы. Магнитогорский фермер говорит, что каждая голова – реальный вклад в продуктовую программу импортозамещения. И надеется, что уже через три года весомое стадо увеличится, по крайней мере, в два раза. За каждый килограмм живого веса этой коровы фермеры платили по тысячу рублей. Сейчас она потянет килограммов на 400. А когда подрастет, будет весить целую тонну. Андрей Подольский, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Долгожданный матч «Легенд» сегодня состоится на льду арены «Металлург». Напомню, весь нынешний сезон КХЛ в Магнитогорске проходит под знаком 60-летия «Металлурга». В декабре 1955 года заводская команда Магнитогорского медкомбината на льду Левобережного стадиона сыграла первый матч в классе «Б» чемпионата СССР с командой из Воронежа. Сегодня сыграют две команды легендарных игроков «Металлурга» в списке приглашенных как гостей из-за рубежа, так и известные воспитанники Магнитогорского хоккея. Болеть будет сегодня вся магнитка. А вот о том, какая погода будет в выходные дни через несколько секунд, я же с вами прощаюсь и желаю приятного отдыха. В Кизильском районе ночью до 20 мороза, днем столбик термометра поднимется до минус 13. В Верхнюральске в ночные часы минус 25, днем ожидается до 17 градусов со знаком минус. В Новобзаково ночью 22-24, ниже 0, днем около 20, со знаком минус. И в Магнитогорске без осадков ночью минус 20, днем минус 15.